Особенный этот год потому, что ветеранам-труженикам тыла, супругам Бабовым, вручили юбилейные медали к 70-летию Победы. Трудовое крещение супруги прошли в тяжелые годы войны. Семь классов я закончила и пошла работать санитаркой, грязелечебницей, сероводородных вам. Это мне было в 44-м году. Зинаида Павловна уверена, что выжить им, вечно голодным подросткам, помогали хорошие люди. Удивительные люди вот были. Мне давали пол-литра молока, сероводород. Я готовила ванны. После войны Зинаида Павловна продолжила учебу и прошла по карьерной лестнице все ступеньки от щитовода до главного бухгалтера Анапского курорт-торга. Получила медаль ветеран труда. Супруг Лукьян Александрович свои 87 лет сегодня почти не слышит. Плохо видит, сказались многие годы, труда газосварщикам. Но все о муже знает жена. В начале войны Лукьян Александрович с мамой и девятью братьями и сестрами жили в Крыму. Ему досталось. У них в доме жили немцы. Он одному немцу мыл сапоги. Мальчишка, что он и плохо вымыл. Он ему дал под зад, он по этой луже. И он по этой луже лицом туда. От угона в Германию спасались в прибрежных скалах. В 1944 году Лукьян Александрович после освобождения Крыма был призван работать в тайгу в Сибирь. Какие бы испытания не выпадали на долю Бабовых, они считают себя счастливыми. Я ни о чем не жалею. Я воспитала троих девочек. Все с высшим образованием. Слава Богу, все живы, здоровы. Трое правнуков. Правнучке одной 10 лет и 3 годика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова